Сегодня команда очень хорошо сыграла в защите, мы сегодня выиграли подбор, не сделали много потерь, хороший процент попадания. Команда очень хорошо сыграла именно в защите. Единственное, что мы перед этим разбирали очень хорошо команду Илана Фрунковска. Готовы были к тому, что у них нет больших, у нас была задача сыграть на больших, но это у нас получилось. Результат на лицо. Не знаю, это решение тренера, может бережут для чего-то. Спасибо, до свидания. Диана Фрунковска. Ого, я думаю, что у нас было до здоровья, сколько мы застали рома. Мы не едем на руках, когда мы играли Фрунковск. Поехали. Мы так называемого путь, а мы листочка обчаянны более новой, чем мы делали зауку. Это было было бы потратации. начальника до конца. Yeah, I think we had a big problem inside with rebounding, keeping them off the boards. They had, what, 17 offensive rebounds, 15 total to our 35. That's real big. And we also shot, what, 33s? I don't think we've shot 33-pointers in the game in the whole two years I've been here. That's not our team. We didn't play like ourselves tonight. So when you come back on the court? I don't know. Right now we've got the timetable set for two weeks, two more weeks. I start, I'm training like with one of our personal trainers. I'm not on the court yet, but within the next week or so I should, I plan on getting back on the court and practicing. I think you, you will, you will care, can you come back to the court when you was the best center? Yeah, I think it's possible, but this year is different from last year. A lot of teams when we play, it's, their main focus is on me. So I can't worry about my stats or whatever, it's more about team game. But I plan on when I come back returning to 100%. So if that's what you're asking, you know, when I return to the floor, I'll be a hundred percent. Did you help him, told him how he must get to play? I talk with the art, but I mean, at the end of the day, every man, you're here for one reason, that's to do your job. You know, like we can talk as much as we want to, the guys, but it's up for guys. At the end of the day, when the lights come on, you've got to do your job. You can't be talked to, you can't, it's not practice, you have to do your job. You know what you have to do, you know why you're here, you know why you're getting paid. So it's up to you personally, but we try to help everyone out. That's what's practice for, but at the end of the day, it comes down to you and you only and you getting your job done. I mean, it's like, you're going to be the job done. You're going to be the job done. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I do not know, what are you saying, Govan. I don't know, what are you saying, but I'm going to go and get out of my way. I don't know what you said. Вы все увидели, я не увидел ни одного шанса с такой игрой сегодня выиграть и очень много претензий по работе в защите, очень много претензий по нападению. Я не думаю, что команда так сильно нас разобрала и не было у них времени, чтобы противодействовать нам. Мы увидели полностью проигранный подбор, полностью проигранные все показатели, начиная от трехочковых и кончая штрафными. Мы в каждую игру ставим рекорды, сегодня тоже поставлен рекорд Гаверлы, 30 трехочковых бросков, за мою бытность такого еще не было. Ребята выбрали очень легкий путь, мы будем бросать, ну и пошло. И еще один, наверное, рекорд – это два фола за 20 минут. Агрессивная защита. Поэтому будем разбираться, серьезно разговаривать с ребятами. Меня не устраивает отношение и качество игры. И будем принимать, наверное, уже настало время, наверное, говорить серьезно об усилении команды. 50 подборов команда Непрозота сделала, 49, извините. Да, я думаю, что это не принципиально. Полное доминирование под кольцом. Такая ситуация. Тактика, которую вы сегодня выбрали, была схожа с той, которую команда демонстрировала в Запорежье? Мы знали, что и разбирали команду Непрозота очень много. Разбирали игру с Кривбаскетом, разбирали игру с Львовым, присутствовали даже на игре. И команда очень много играет от пик-н-ролла, транзишнона. И очень много очков, они набирали с этой позиции. И если вы помните, мы сегодня, в принципе, построили первую четверть. У нас хорошо получалось. Неплохо, не скажу хорошо, но, по крайней мере, задачи не справлялись. Вторая четверть, третья, и, мне кажется, вопрос не в тактике, а вопрос в отношении, ни один игрок не попросил замены. То есть, все игровое время, которое он присутствовал на площадке, и, мне кажется, что причина в этом вопрос не в тактике, вопрос именно, мы пробовали и лично играть, и зонно играть, и против нас, и лично, и зонно играть. Вопрос именно желания, сегодня желание, и, по-моему, агрессивность больше была на стороне Днепрада-Джинска. Жуковский, я думаю, поедет за дублирующий состав, а Осноч, вы же видите, какие изменения, пока с Команом не решим вопрос. Он будет в команде, потому что, если его не будет, я даже не могу провести 5 на 5 нормальный тренировочный процесс. Вы же сказали про прицелание, прицелание по другой передней линии, а через... Нет, сейчас вопрос самый главный, видите, передняя линия у нас, я не могу сказать, что проблемная, сильно проблемная. Вопрос именно о большом, проблема в большом, и будем ее решать. Я надеюсь, что к следующим домашним играм, я думаю, какие-то изменения будут. Что из-за пытания будет? Евгений Евгеньевич, три игрока получили вызов на матч всех звезд, и как бы сегодня эти игроки сыграли не так, как хотелось бы. Возможно, когда они прошли, а вот, ну... Вполне, я сговорю, ну, ладно, это для общего. Сегодня, я говорю, очень много вопросов было и к Лэмику, вот. И у меня не столько его действия, сколько его реакция очень понравилась. Поэтому, знаете, вот это хорошее достижение попасть на матч звезд, попасть в 12 украинских игроков, если вы посмотрите, там тоже 11-й игрок или 12-й, Горбенко сегодня сыграл ниже своего уровня, поэтому позиции Лэмико сегодня одна из ключевых, и два подбора, которые игроков сделал за 30 минут, я думаю, что это очень мало, очень мало для игрока матча звезд. Звезд? Какие звезды? Значит, они себя считают звездами? Ну, это же пресс-конференция, да? Давайте мы потом как-нибудь... Хорошие ребята, все нормально. Пока. Спасибо.